В конце октября молодые ульянские учителя боролись за звание лучшего на конкурсе «Педагогический дебют». В соревнованиях участвовали 38 молодых специалистов. Испытания длились три дня. В этом году победу одержал 26-летний Рафис Алеев, учитель истории и общества знания. Родом из педагогической династии, Рафис всегда мечтал стать учителем. После окончания педауниверситета и службы в армии, выпускник нашел работу по объявлению и устроился в Братаевскую среднюю школу. С тех пор его юная аудитория – это 150 учеников с 5 по 11 классы. Мы сегодня будем действительно говорить о средневековых рыцарях. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а только ли физическими качествами должен обладать рыцарь? Прежде чем подать свою заявку на конкурс, молодой учитель два года преподавал местным ребятам отечественную и зарубежную историю. Каждый этап я пытался наполнить творчеством, умением, возможно, каким-то ораторским мастерством, возможно, осуществлял связь с патриотизмом, очень актуальная на данный момент эта тема. И вот я считаю, это моя была визитная карточка. Это творчество, творческое наполнение и патриотизм. Настоящий учитель должен быть не только хорошим специалистом, но и человеком. Доверие детей и подростков не так просто заслужить. Неогребшие умы выбирают наставников в сердце. Так получилось, что Рафис Фаридович не только интересно ведет уроки, но и помогает школьникам решать жизненно важные вопросы. Каждый его подопечный получает совет и поддержку в трудную минуту. Мне очень сильно нравится манера его общения, то, как он преподает материал. Он буквально читает учеников, случилась какая-то ситуация жизненно нехорошая, и ты можешь посетить у него совет. То есть он очень хороший человек. Ребята успели оценить легкость в общении и современный стиль подачи материала. В первую очередь он старается проводить параллели с современностью, чтобы молодое поколение могло сопоставить себя с прошлым. Как он раньше учился, рассказывает всякие истории жизни. Он показывает на компьютере видео, как они ездили на раскопки. Я историю учу с удовольствием, получаю 4-5. Школа в Боротаевке только начала молодеть. В ее стенах уже преподает 5 начинающих педагогов. Молодых специалистов поддерживает и государство, и руководство учебного заведения. В государственных программах участвуют. Конечно, для сельских школ это получают выплаты ежегодно. Это 20, 40, 60 тысяч. Потом программа «Забота», которая по тысяче получает. Ну и мы как бы стараемся, конечно же, поддержать их. Участие в педагогическом дебюте для нашего героя оказалось делом прибыльным. 50 тысяч рублей – неплохое подспорье для любого человека, а уж тем более для педагога. Лауреат признался, куда он планирует вложить средства. В ближайшее время он установит новое освещение и стенды в своем любимом классе. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.